Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Я, Александр Лупиненко, как всегда расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность, осадков не прогнозируется, днем столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, ветер северного направления скоростью до 8 метров в секунду. Говорят, что старинные часы показывают прошедшее время. Так ли это? Попытаться ответить на этот вопрос смогут посетители выставки «Отмеряя времени ход». Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля – одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го – начале 20-го веков. Музей истории печати и фотографии Гомельщины представляет работы гродненского фотографа Сергея Курила. Выставка под названием «Чернобыль. Исчезновение в разрезе» приурочена к 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Это своего рода попытка заглянуть вглубь одной из мощнейших катастроф 20-го века. Фотоработы, которые можно увидеть на выставке, созданы на территории Брагинского района, в основном в сельской местности. Познакомиться с ними можно до 9-го мая. А тем временем картинная галерея Гавриила Ващенко предлагает заглянуть в тайну создания анимации. До 10-го мая там работает выставка «Плей. История мультфильмов». Сегодня мультфильмы создаются в основном с помощью компьютерной графики. И посмотреть их можно на любом гаджете. А когда-то для их просмотра использовались разные приборы и устройства. Как раз с ними можно познакомиться на этой выставке. Также гости галереи смогут полистать комиксы, посмотреть кадры из мультфильмов первой половины прошлого века, примерить уши Микки Мауса в фотозоне. А тем, кто умеет смеяться над собой, предложат посетить уголок кривых зеркал. К следующим новостям. К 75-летию Великой Победы писателю Гомельщины готовят поэтический проект. Его частью станут стихи о героизме народа, трагизме, событии Великой Отечественной войны и ценности мира. Авторам предлагается записать на видео свое произведение в собственном исполнении. Затем стихи будут размещены на сайте библиотеки имени Ленина. В итоге получится своего рода лента памяти. Проект стартует в день работников радио, телевидения и связи 7 мая. До конца мая в Беларуси установлен запрет на лов судака. Это связано с его нерестом. Запрет введен для сохранения популяции и создания благоприятных условий для размножения этого вида рыб. Рыбакам нужно учитывать, что если рыба поймана непреднамеренно, ее понадобится отпустить. Нарушителям запрета грозит как минимум крупный штраф. К другим интересным новостям. Для любителей социальной сети ВКонтакте уже доступен новый мессенджер. В приложении встроены фантом-чаты, в которых есть исчезающие сообщения. Стандартное время такого исчезновения 15 минут, но установить время можно и самостоятельно. Варианты от 15 секунд до 1 часа. Мессенджер не требует привязки к профилю пользователя. Общаться в нем можно с контактами из телефонной книги и с друзьями из социальных сетей. Приложение сохранило все преимущества общения во ВКонтакте, получив при этом другие интересные функции. Например, режим невидимки. И даже если пользователь сделает скриншот переписки, его собеседник получит об этом уведомление. Далее немного о домашних питомцах. По природе у кошек более независимый характер. Это делает их не такими привязанными к человеку питомцами, как, например, собаки. Но есть определенные породы, которые умеют хранить верность не хуже, чем собаки. Среди них невская маскарадная кошка. Она похожа на представителей сиамской и тайской пород, хотя выведена на территории России. Кошка очень пушистая. Она выступит в качестве хорошего друга для всей семьи, поскольку кроме такого качества, как верность, у нее еще и уравновешенный характер. Ну а тем временем в сети набирает популярность видео, на котором кролики захватили спальное место пса в его отсутствие. Пока золотистый ретривер обедал, два кролика удобно устроились на его мягком лежаке. После трапезы пес пришел отдохнуть, но место уже было занято. Попытка освободить лежанку от непрошенных гостей не увенчалась успехом. В итоге всем питомцам пришлось мирно разместиться вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова С понедельника по пятницу смотрите в нашем эфире телесериал «Неравный брак». Это история о вынужденном союзе двух совершенно разных людей. Алисе 20, она учится в институте и мечтает выйти замуж за своего парня Егора. Он делает ей предложение и Алиса счастлива. Но всем ее мечтам приходит конец, когда она узнает, что ее отец задолжал бандитам огромную сумму денег. А ценой расплаты может стать его жизнь. Чтобы помочь отцу, Алиса соглашается на брак по расчету. Ее мужем станет пожилой богатый мусульманин. Он обещает быть ей примерным мужем. Но юная Алиса отказывается разглядеть в нем человека. Как служится совместная жизнь главных героев смотрите на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 16.45. В 18.40 телезрителей ждет сериал «Оса» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал от создателей знаменитого «Следа» об еще одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты-осы. Ведь эта организация создана специально для таких случаев. В каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку действий. «Тело человека» – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых беларусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости, а количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области, интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск, а также подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. А еще звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И напоследок немного красочных фотофактов. Весна активно пробуждает природу во всем мире. И, например, одной из улиц в Шанхае решили не очищать от опавших цветов сливы. Так местные жители получили возможность любоваться прекрасными цветами не только над головой, но и под ногами. А в Германии недалеко от Кёльна своими красками радуют бескрайние поля тюльпанов. К уборке этих цветов приступили студенты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый день с вами встречали Утренний Фрэш и я, Александр Лупиненко. Рабочая неделя только началась. Пусть она пройдет легко, спокойно и продуктивно. Желаю удачи и только хороших новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова